Всем привет, дорогие друзья! С вами Саша и Оля Шкудун, и добро пожаловать в наше очередное полезное видео. Сегодня мы вам покажем, как можно избавиться от пятен, из ягод, на ваших одеждах. С помощью каких средств это полностью у вас получится? Да, поскольку сейчас как раз сезон всяческих ягод, и многие, думаю, сталкиваются, особенно, как у вас дети, с тем, что одежда портится, и пятна просто от них невозможно избавиться, и то есть уже можно просто выпросить какую-нибудь любимую кофточку. У нас уже очень много испорченной одежды, и если бы я о некоторых методах знала раньше, я бы, возможно, спасла часть Настиного гардероба. Очень интересно. Я думаю, вы оцените эти способы, поддержите нас лайком, и, естественно, комментарием о том, что вы используете, какие вы средства используете. Может, мы что-то упустили. Мы начинаем? Ребята, спонсором данного видео является магазин красивых товаров для дома. Стиль вкуса, если вам нужны интересные подарки, посуда, декор, а также вещи, которые создадут романтичную атмосферу и уют у вас дома, заходите на сайт и выбирайте. Взяли для образцов несколько видов тканей, ну, несколько кусочков, и ягоды, которые у меня были и... Чаще всего, да? Да, которые хуже всего, допустим, мастируются. У меня есть тут клубничка, вишня, шелковица и черника. Это, наверное, два самых таких серьезных. Малинка. Ну, все, в принципе, это было. Какие средства будем использовать? Так. Для начала мы возьмем просто обычную воду, но не просто воду, а кипяток. Я его в самом последнем кусочке ткани использую, чтобы впечатлить вас больше всего. Но также у нас есть один из способов. Это уксус, лимонная кислота и обычный повареный соль. Это все разные будут методы. Сразу, как бы, обычным мылом, даже хозяйственным, это сделать не получится. Даже если вы на сутки замочите вашу вещь, я уже все это пробовала, не получается. Буквально две минуты назад вы испачкали с черникой, и все. Это практически навсегда пятно у вас. Но есть методы. Итак, сначала будем экспериментировать. Тут по клубничке бросим, да, сока нальем тоже. Ну да, нужно. Надо как-то, чтобы знать, от чего какое пятно. Ай-яй-яй, что ж ты делаешь? Да, Саша пожертвовала своей майкой. Теперь у него есть замечательный топик. Так, хорошенько, расквасим. Ну да, прям как Настя, ты прям профессионал. Да, возьмем, так что, следующее у нас будет шелковица. Ой, это супер, это вообще. У нас на даче растет шелковица, поэтому я как никто знает, что это такое на одежде. Ну, возьмем вишню. С вишней, наверное, лучше вот так как-то. Так, хорошие пятнышки. Угу, офигеть, какие пятнышки. Так, и малину еще надо. Малину. Есть черника еще. Расквасим малину немножко. Мы уже запутаемся на какие-то пятны. Ну и черника. Черника это тоже из разряда. О май гад. Сейчас сама еще на себя набрызгаю, буду на своей одежде использовать. Угу. Да профессионально получается ставить пятна, слушай. Уж не так. Ты художником не хотела быть? Да, сейчас раз разные виды искусства из ягод. Это, наверное, будет что-то новое. Ну, вот считайте, что ты, Настя, так поела ягоды. Прям вообще. Что ж ты делаешь? С кусками. Что ж ты делаешь? Нужно, чтобы только сок остался без кусочек. Угу. Суть вы поняли, что мы делаем. И теперь... Поели ягод. Да. Один из способов, который предлагается, это 50 на 50 уксус и вода. Обычная вода или кипяченая? Какая разница. Пусть и вода. 50. Да. Берем ватный диск. А 50 уксус, а водичку не налил? Да, была уже вода подготовлена. Подготовилась, молодец. Единственное, что этот метод нужно повторять в течение получаса-часа. Поэтому, я не знаю... Разве что спустя время. И после некоторых способов одежду еще нужно постирать. Постирать. Да, поэтому мы можем... Надо было на них сделать пометки. Ну, видите, немножко что-то осветляется. Чуть-чуть-чуть светленькое, но... Так как оставляем. Так как оставляем. Второй способ это лимонная кислота и вода. Там нужно 2 чайная ложка на целую чашку воды. Размешиваем, чтобы она растворится. Ладно, подождем. И еще нужно сделать соль. Соль. Там просто нужно кашицу приготить. Вообще, есть и другие способы еще. А вот соль будет кашица соленая. Есть еще способ с глицерином и перекисью водорода. Что, если зафигачить в стиральную машину? Еще один способ. Не прокатит. Нет? Я уже столько растирала и замачивала. Все не достается. Отбеливатель, да. Вот если у вас именно белая одежда, то можно отбеливателем. Но не каждую одежду можно, если это катарбашка, например. Не вариант. Ну и также, если это цветные ткани, возможно, некоторые ткани испортят. То есть, испортят. Ну, некоторые вещества могут испортить одежду. Поэтому лучше сначала попробовать на маленький отрезок ткани. Как она себя будет чувствовать? Ну да. Смотрите, у нас чуть-чуть. Ну, просто светлеет. Ну, после этого, возможно, оно отстирается. Не знаю. Я просто так постаралась, хорошо. Я думаю, оно розовенькое будет. Честно, мы потом это все в стиралку кинем. И достанем несколько кусочков. Посмотрим, какой самый... Аж интересный. Да. Сюда мы просто кашицу на какое-то время. Соль, вода? Да. Знаете, я тоже лезла, читала, пробовала разные способы. И у меня даже есть разные пятновыводители. Там, МВЭевские, которые очень хвалят. Ну, такой вот. Очень не работает. В данном случае нет. Может быть, в друинте ничем. Здесь нет. Это лимонный кислород. Смотрите, как прямо на глазах белеют пятна. Это просто вау, супер средство. Пробую уксус пока побежать. Уксус побеждаю. Хотя соль за счет своего белого цвета. Можете засыпать это соль и сказать, что там нет пятен. И еще мы с вами. Ну что? Сейчас закипятим чайник. Можно в ванной показать. Ну, в умывальнике. У меня есть специальная миска. А, у тебя миска есть. Ты подготовилась. Ты молодец. Уксус, покуда. Наверное, самый крутой. Оля продолжает вымачивать. Но это геморройно, если их вымакать вот так вот постоянно. Посмотри, некоторые пятна быстрее. Вот это на что было? Вишня. Вишня. Вишня, она сама обладает большим количеством кислоты, поэтому она, в принципе, не так не дается. Хуже всего вот шелковица и черника, конечно. Делайте ставки, господа. Может, чуть больше миску для вот этого надо будет. Чтобы она все покрыла водой. Какой ты знаешь, что я хочу? Ну, больше высыпаю. А, нет? Я думаю, просто кипятком зальешь. Ну, полью кипятком. Я вообще прямо в раковине обычно это делаю. Ну, да. Я тоже. Ну, так она выливается. Ну, так что уже менять с локацией. Ну, можно просто в раковине. Хорошо. Я там у меня закончился уксус. А, еще и уксус нужен купить для такого вот. Ну, обычно в хозяйстве у всех он есть. Ну, мне тоже нравится, как уксус начинает работать. Начинает. Ну, и надо реально стоять над ними. Это не результат. Да, потому что это розовый микс. Смотри, вишенка почти вся. Угу. Ну, после этого все равно. Ну, после этого нужно стирать. Оно может чуть-чуть уберет эти ягоды. Есть, ну, стиралочку на градусов так. Ну, лучше 40, потому что одежда разная будет. Ну, бывает, чтобы было. А, только надо их подписать будет. Где чей? В стиралке. А как мы это сделаем? А мы просто, не знаю. Ну, или кусок отрезать. Да, отрезать, нужно отрезать сердечко. Нет, сердечко вырезать, а тут квадратик, тут кружочек и там еще что-то. И записать. Достаточно несколько надрезов. Я сделала надрезы. Номер один у нас, что уксус. Два – это соль. Три – это лимонная кислота. И без надрезов это будет. Вот водичка все сделала. Эксперименты. Смотрите, что сейчас будет. Там ничего нет. Смотрите, вишенка уже прям. Смотрите, просто на глазах. Пятна убираются просто на глазах. Не все. Ну, нужно некоторое, наверное, немножко. Там ягоды или нет, что застряли, наверное, поэтому. Это обычный кипяточек, ребята. Самое дешевое. Самое дешевое средство. Я думаю, если вот чуть-чуть там потереть, еще какой-то щеточкой. Смотрите, сейчас попробуем. Очень-очень даже круто. Они потеряли свой цвет. В моментально. Никакой уксус ничего не дает. Да, так уксус не работает. Ну и, понятное дело, мы ее постираем. Подстирается ли оно все, в этом и заключается вопрос. Я думаю, нужно еще воды закипятить для интереса. Вообще, мне говорили, что, Тарлюша, привет, что в течение суток это... Ну, то есть, чем раньше все лучше, но если не прошло больше суток, то обычно работает этот метод. Понятно, что с более устаревшими пятнами, скорее всего, ни один способ уже не справиться. Только отбеливание. Ну, а что, наш уксус. Ну, такой. Соль вообще, по-моему, бесполезна. А лимонная кислота, лимонная кислота тоже чуть-чуть какой-то эффект дает. А мы еще попитим водичку для второго раза, второго залития нашего. Шелковица, видно, если брать вообще образцы, шелковица хуже всего отстирывается. На втором месте червика. У нас получается большая клякса. При этом эффекты теперь розовая футболка, все. Соль как-то вообще не впечатлила. А здесь лимонная кислота интересная тоже. Мы будем застирать, застираем. Это кислота, поэтому цвета стали кислотными. Вот такая вот она горнюсица. Сейчас Оля сделает дубль два. А ну-ка. Шелковица, как всегда у нас самая-самая такая. Когда прям струей льешь на пятно, оно лучше подходит. Да. Это факт. Но опять же не каждая одежда выдержит кипяток. Странно, даже клубника осталась, да? Или тут у нас четыре осталось, пятна, а ягод было пять. Поэтому какая-то ушла полностью. Скорее всего клубника. Так вот по центру, да, ушло оно. И мы это все сейчас забросим в стирку и простернем. И все остальные тоже так застирать? Немножко. Нужно застирать соду, соли. А, хотя, немножко не объективно, уксус надо было в течение часа. У нас получилось минут 20. Вот чуть меньше. Ну и пятна у нас не старая. Ну да, уже разница, конечно, в цвете. Ну, и тут все видно, что у нас чуть-чуть. А слушай, а они не передают, не передадут в процессе стирки на нашу беленькую? Нет, цвет может поменяться. Но в любом случае такой вещь и зелье может стирать. Лучше вручную, конечно. Хотя, знаете, я уже перед этим пробовала кипятком. То вот у Насти была клубника на ковточке. Она сразу же, ей был где-то час. И спустя час я кипятком налила, сразу же вся клубника ушла. И пару дней назад была черника на одежде. То тоже, но не на белой. Одежда была цветная, возможно, она не так заметна. Большой размер. Оля любит большой размер. Порошочек. Так экономно. А туда ты не льешь? А зачем, я же налила прямую в барабанку? Ну, может туда лучше? Нет. Что мы ставим? 40 градусов, час 35. Да, конечно, я бы на 30 минутку, но будет 30 градусов. Ну, смотри, как хочешь. Лучше на 40, наверное, все-таки. Да, надо долго ждать. А градусы же можно не регулировать? Меньше можно только поставить. Ну, давай час 45 ничего подождем. О, тут чуть-чуть меньше давай. Ну, давай, жги. Понеслась. Вау, красотка такая распушилась, да, красивая. Я вообще-то такая была. Да? Окей. Ну что, у нас достирались тряпушки? Тряпушки. Тряпушки промок. О, вот все прям сияет, привезну. Ты посмотри. Вау. Это какая у нас тряпочка? Это, которая была с лимонной кислотой. Пятна остались. Да, но не все. Ну, видишь, осталась черника. Так. И какое-то третье красное, то, что было. Угу. Наверное, малины. Были два. Так, это тряпочка, которая в кипяточке. Почти одинаково, смотри. Эти пятна, они одинаково не остирались. У меня так хорошо давило. Если там чуть-чуть ляпнет, я уверена, кипяток даже справится. Хм. Так, это у нас был уксус. Первый самый. Меньше. Меньше. Уксус хороший результат. И последний вариант. Соль. Ну, соль тут все печально, да? Ну, соль и львовная кислота приблизительно одинаково. Не сильно. А вот уксус и кипяток. Даже уксус вроде как чуть ползучше, да? Наверное, надо было сначала уксусом, а потом кипятком. Пилочка. Ну, вот такие вот выводы, ребята, у нас получились. Ну, это на белом. Вот, честно, я на цветном, у меня все ягоды сразу убирались. Был сок клубники. Вот, нужно еще лить отбеливатель, наверное, какой-то. Ну, это если ты белое стираешь, то ладно. Можно лить отбеливатель. Ну, надеюсь, это видео все равно оказалось вам полезным. Вы что-то для себя подчеркнули. Ну, или может еще нас просветите немножко относительно того, как вы отбеливаете вашу одежду после вот таких вот пятен клякс. Может, мы еще какой-то способ упустили, и будем рады его выслушать, увидеть в комментариях. Спасибо, что были с нами. Пока. Отпрыгну вот это. Маленькая стоила. Меня не видно. Меня, теория, мой лилипутик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok